Добрый день, друзья! Добрый день! С вами радио Медиаметрикс и программа Мимо Нот с Евгением Дудалевым и Олегом Дружбинским. Евгений, добрый день! Добрый день! У нас в гостях сегодня Олег. Да, у нас в гостях сегодня знаменитый исполнитель, певец, музыкант, композитор, продюсер, благотворитель, в общем, легенда шоу-бизнеса Владимир Лёвкин. Добрый день, Владимир! Спасибо! Добрый день! Я бы так сказал, знаменитый исполнитель песен народов мира для народонаселения нашей страны. Народов мира, да? С каких пор народов мира? Я что-то упустил? Конечно, мы же на тайском пели. Ты не слышал наш альбом на тайском языке? Нет. Это вообще было что-то шикарное. Нам сама принцесса Аптияпхандаптамднан, там долго выговариваю, честно не выговорю, даже цветы подарила. И посол тогдашний Таиланда был просто потрясен этим. Знаешь почему? Потому что, оказывается, это одна из высших почестей, чтобы принцесса сама тебе цветы подарила. Я бы шутил насчет того, что еще могла бы сделать тайской принцессой. Нет, не стоит. Человек, который нас там сопровождал, жена премьер-министра, она, извини меня, за три метра вот эти цветы ставала на колени, за три метра на коленях несла букеты. Причем не все сразу четыре букета, а каждый букет по отдельности. Каждый букет она несла, чтобы нам подарили. Правильно бы угадали, что на тайском, а не на турецком. Да, на тайском, да. Потому что это сейчас перспективно. Хотя с турками тоже был определенный. А вот расскажи, с турками это актуально. Да. Ну, небезызвестная песня в нашем исполнении. Там просто цитата. Ну ты озвучь. Да. Просто цитата из турецкой песни, потому что готовились к совместному выступлению с турецкой певицей, которая пела эту песню. Тоже не воспроизведу имя, давно это было. А, к сожалению, она не приехала. Вот, понимаешь, поэтому пришлось петь самим. Вот эту строчку должна была петь она. Какой это год? Помнишь? Скорее всего, это 95-й или 96-й. То есть это так называемый золотой состав. Да, это совсем золотой. А я, кстати, с Барри Каримовичем только на Фейсбуке поддерживаю отношения. И здесь книгу про Юра Зиншпиц задумал писать. И с ним списываюсь, говорю, давай хочу, чтобы ты свое мнение высказал конкуренте, коллеге. Он говорит, мы в Германию отправляемся с новым составом. Унаны опять, но они еще приходили. Новый год предыдущий, непосредственно 31 декабря, они пришли ко мне. Значит, молодняк опять слили, вот этих двух ребят. Да, да, там их было трое. Я вот в курсе тоже, знаешь, потому что мне пишут в основном и поклонники Наны, и, так скажем. Они в Германии сейчас. Да, сейчас они в Германии. Отправить в Германию. Скажи, пожалуйста, вот эта система ротации, я считаю, это гениальная придумка, конечно, Алибасов, сделать бренд, а уже составные этого бренда можно как бы там... Ну, это уже было. Вы до него у нас не делали, мне кажется. А почему? А кто у нас до него практиковал вот эту именно ротацию членов коллектива? Ну, и... А, нет. Это уже после. Машину времени скажешь? Это уже после. Это не бойбенд все-таки. Подожди, это уже после, конечно. Скажи, вот... Премьер-министр, но это, по-моему, да. Это же Фредленд это гораздо позже сделал. Мне кажется, Алибасов это... Скажи, вот этот был прессинг, или в вашем составе вы голову не ломаете, что вот могут какого-то молодого привезти на твое место, который и двигается лучше, и октав побольше, или нет? Или такого не было? Как вот этот механизм давления, как его Каримыч... Во-первых, был жесткий контракт. У нас был жесткий контракт, реально. В котором... Это был один из первых контрактов вообще в шоу-бизнесе в нашей стране. Он был очень большой, не помню, ну, страниц 50, наверное, точно. Там было оговорено все. От того, как вот мы приезжаем на площадку, как мы приезжаем куда-то. Расписание буквально практически каждый день. То есть алгоритмы расписания на каждый день, даже тогда, когда мы в Москве находились, понимаешь? Потому что, ну, не секрет, что 96-й, по-моему, 97-й год, это пик вообще всего. И там 900 концертов в году, 1938-й год. Ни хрена себе. Это три концерта в день, не имею в виду. Ну, там больше было. А то и четыре. Ну, там, там больше было. Там еще не считали то, что мы прилетали, выступали где-то на передаче и улетали сразу практически. То есть вообще там... А то есть только коммерческих концертов. Да, коммерческих концертов. Было что-то 936, по-моему. Ну, что-то есть это в книге рекордов Гиннеса. И было довольно-таки все четко описано. Это был, по-моему, второй или третий контракт, когда поначалу он был маленький совсем, потом чуть больше, чуть больше. И последний вот был очень жесткий контракт. Он был, по-моему, лет на там 4 или 3. И вот когда он закончился, я тогда и ушел. А личная жизнь? Оговаривалось в контракте, что... Да, там была личная жизнь. Пожалуйста, никого не светим, везде ходим четвером-пятером. Личную жизнь, знаете, только вы. И, ну, может быть, ваши родители, может быть, ваши близкие и все остальное. И рассказывать нельзя было личная жизнь? А никто не рассказывал. Нет. Ну, потому что... То есть я познакомился со Светой, она такая хорошая, и это все говорить нельзя. Ни в интервью, ни в интервью. Да нет, ну как, постоянно же были всякие вбросы. Вот то у меня там негритянская была. Да-да-да, кстати, помню. А была, кстати? Или это придумка была? Это придумка, это наша хорошая... Она у нас танцевала, танцовщица. Она просто чумовая, конечно. Девчонка. Ну, не знаю, почему на меня выбор пал, хотя, так скажем, общалась она с другим человеком. Тоже из нашего прилетела. Ну, ладно, уже ты открыл эту дверь, назовешь, это же не компромат, скажи, с кем. А что? А, вот смотри, Левкин расист. Нет, я не расист. То есть вы с теми координат встречаться с черноможей девушкой, это уже компромат. Мы общались, и даже потом, в конце концов, ну, так случилось, что мне подарили кокер-спаниеля. Какого? Американского? Да, американского, да. И у нас дома кошка жила, а она просто его не взлюбила. Ее. Хотя казалось бы. Просто не взлюбила страшно, хотя она еще маленькая была совсем. Пришлось ей как раз отдать этого кокера. И все хорошо. Нет, я нормальный во всех отношениях, воспитанный в другой стране, еще сейчас в той стране еще воспитанный. Мы здесь все присутствующие. Да, ну, сам понимаю, что... Ну, не все, правда, получали знамя от ЦК ВЛКСМ. А что за знамя? На Красной площади, да. Было такое дело. А-а-а. Было 80 лет пионерии. Да. Я был председателем всесоюзного пионерского штаба. Можете себе представить, на слете пионеров. И потом, когда в очередной раз должна была повешена награда на пионерию, то есть вместо ордена очередного дали такое переходящее Красное знамя. Вот его-то на Красной площади я как раз и получал. Я правильно понял, Владимир Левкин был главный пионер Советского Союза? Ну, почти. Или просто самый главный? Нет, я был главный пионер Советского Союза. Вот, вот так. Это должность, которая навсегда. Как бывших разведчиков, журналистов, музыкантов. Да ладно. Бывших не бывает. Как есть, так и есть. Я думаю, что я здесь единственный исключенный из пионеров. Я пионером был. Я присутствую. Батенька, батенька. Да, все-таки фамилия, она обязывает быть исключенным из пионеров. И знание. На звездочку. Это курение, это курение портогаза. Такие были пионеры. Я помню. Вот насчет курения питья, тоже ограничения были? Курение питья особо не прописывалось, но было жесткое правило, до концерта нельзя. До концерта ни в коем случае. Ты как продюсер унаследовал вот эти алибасовские традиции жестких контрактов? Я считаю, что жесткие контракты, описанные и прописанные, это правильно. Вот реально правильно. Потому что музыкант должен заниматься музыкой. Он не должен заниматься административной работой. Он должен сидеть и творить, и сочинять. И, кстати, пока я не забыл, по поводу Айзеншписа, я дам тебе телефон Ильи Зудина, который написал практически все последние команды из троих-то человек. Динамит. Да, все Динамит он написал. Поверь, Илюша с таким пиететом рассказывает о Айзеншписе, что честно... А ты знаком был с Илю Шмиличем? Да, мы со Шмиличем были знакомы, ну, знакомы в коллективе. И потом, после того, как я закончил работу с Каримичем, они вместе, кстати, с Матецким. А, да, он же был композитор. Да, пригласили меня на разговор. Да. Да, но мы так поговорили, остались очень хорошими друзьями, но работать вместе не стали. Почему? Ну, ты знаешь, от одного продюсера к другому продюсеру очень сложная ситуация перехода. То есть лучше вообще без продюсера? Да, лучше... Вот я тогда решил какое-то время, так скажем, плавать сам. И, слава богу, не жалею ни о каком решении. Я до сих пор половую сан, и сам уже продюсер. Потому что Илю Шмилич, он же своих подопечных одевал, выбирал им одежду. Так у нас такая же история была. Альбасов тоже, да? Да. Не знал. Он иногда мог пойти в магазин, там, где-нибудь на гастролях, принести там кучу пакетов и сказать, значит, это вам. А по поводу телефонов, тоже однажды сказал, я вам покупаю телефоны мобильные. Мобильные только появились такие здоровые. Помнишь, он в карман не помещался. Я вам покупаю телефоны. Я вам покупаю пейджеры, чтобы я всегда знал, где вы находитесь. Пейджеры. Мы собрались, приехали, значит, нам подписали контракт и то все. Забрали эти телефоны, нам проплатили какую-то сумму, которая была положена. Никаких немеренных денег это стоило. Вот, ну, правда. И потом мы поехали в тур. По окончании тура почему-то не досчитались цены за телефоны за пейджер. А после вычелы из... Ну, это классика. Конечно, да. Подарить за твой же собственный счет. Я вам покупаю. Нет, ну, про Каримовича, конечно, можно вспоминать очень много и очень интересно. Потому что я, честно говоря, я вот честно считаю, что это один из уникальнейших человек в нашем продюсере. Вообще, вот таких личностей больших. По поводу поиска ноны, ну, это правильно, понимаешь. Состав должен быть оптимальный. Вот никуда ты от этого не денешься. То есть Левкина наслив. А? Левкина наслив. Нет, просто, если честно, я давно хочу сказать, был сейчас недавно 25 лет, я приходил на концерт. Да, Ри Юнин, да, такой у вас. Да, я приходил на концерт, причем я не отказываюсь от этого ничего, когда есть свободное время. Просто концерты как-то переносились, переносились, и у меня там на следующий уже было все забито, и я уже не мог. А вот на этот пришел. Что-то здесь, что-то, вот, как это, не верю. Да, нет, на этот я пришел, правда, концерт. Откровенно. И Маруське жене сказал, что не, я пойду, почему нет. Все прошло, 25 лет. Левкина на это, в общем, да. Просто он даже в афишу меня не внес. Вот в чем было. Ну, может, я был уверен, что ты придешь? Может, в это не веру? Женя, я сказал, что я приеду. Ты прекрасно знаешь, что я воспитан в другой стране. Если приеду, то приеду. Кстати, Олег вот подтвердит, что Левкин, он приезжает за частью эфира. Я бы даже, вот если поверь, вот если бы сейчас вот места не было на Гутузовском, я бы бросил где-то машину и доехал бы. Кстати, для меня всегда, не знаю, Олег, для тебя, для меня всегда вот этот показатель гостей был вот, за сколько человек приезжает до эфира. Потому что Кобзон, Макаревич, Кутиков за час приезжает до эфира. Ну, надо пообщаться. Симати опаздывает на 40 минут. Ну, давайте не будем обсуждать. Нет, а почему нет? Это мы конкретно... Да, мы не обсуждаем профессионализм, мы обсуждаем личные качества. Дело в том, что может быть график, может быть еще какие-то... Нет, нет, я считаю, что... Может, человек себя приводил в порядок. Это составная профессия. Это да. Это составная профессия. Здесь мы не говорим ни про октавы, ни про это. Это составная профессия. Да, и когда мы учились у Акима Георгиевича Шаруева, ну, то есть я уже учился в ГИТИСе, причем был тоже большой скандал с Альбасом по этому поводу. Он говорил, профессия режиссера, актера, она очень сложная сама по себе. Потому что мало того, что ты должен быть готов, да, к восприятию материала, ты должен вовремя прийти. А это самое главное. Что и требовалось доказать. Да, Каримович говорил, ну, такую фразу, которая всегда говорила, точность, вежливость королей. И я лучше приду за 15 минут раньше и постою, подожду этого человека, нежели я буду опаздывать. Я тоже не могу опаздывать. Для меня это... Я себя плохо чувствовать начинаю. Понял, в общем, ты не Сергей Лапер. Я понял. Я Владимир Лёвкин. Это на всякий случай. Кстати, вот странное дело. Я к чему сейчас перехожу, к самому шумному, если мы берем благосферу, событию из твоей творческой биографии недавно. Это выступление шоу «Точь-в-точь», где ты в образе Константина Кинчева. Предстал. Олег, не понимаешь, Алибасов всегда, когда он сам уже говорит, он всегда говорит, что он рокер. Ну, казалось бы, на-на даже. Он говорит, я рок-музыкант, всегда был, им остаюсь. И вот здесь вот очень интересно выбор персонажа. Ведь это не твой выбор. Тебе говорят, что будешь делать Кинчев. Как это происходит в этих проектах? То есть ты сам выбрал из какого-то набора предложенного? Дело в том, что каждый практически участник подает определенные там... Какие-то, ну, свои предпочтения. Практически каждая передача. Иногда из этих предпочтений тебе дают человек. Но Кинчев я подавал постоянно. Подавал на каждую передачу. Как бы свою заявку, свое предпочтение, свое видение этого артиста. Честно говоря, очень хотелось. Надо сказать, великолепно получилось. Гримм, я вот так, я просто так слову, да, что я понимаю, что неудобно, наверное, себя хвалить. Лучше пускай похвалят ведущих. Мне кажется, очень хорошо получилось. Понимаете, я режиссер. Я вижу все вещи, которые там потом в монтаже. Они не очень удались. И плохое сведение фонограммы. Очень плохое сведение. То есть фонограмма отдельно, голос отдельно. То есть результатом ты не доволен? Я не очень доволен. Честно говоря, я результатом не очень доволен. Потому что, ну, те люди, которые были там, они мне звонили, говорили, Володь, а почему такой звук? Мы же сидели, мы же присутствовали на этом. Ну, есть определенные недоработки, но у меня нет претензий к первому каналу. Это странно было. По причине того, что я играю в команде. 150 человек, которые делают эту передачу. 200 человек в зале, члены жюри, продюсеры, которые думают. И мне очень импонирует то, что каждое звено работает очень профессионально. Понимаешь, если я там думаю, как артист, вот я хочу там того-то. А у продюсера же там, значит, 50% должно быть иностранных, 50% российских. Вот такая возрастная категория на тех-то, тех-то, тех-то. И вот он, охват всего первого канала. То есть, это история, когда мы стоим на земле, мы видим только рядом, чуть поднимаемся, но видим чуть больше. И тут человек-продюсер Юра Аксюта, который всем этим занимается, да, он видит вот так вот. И это реально очень здорово, потому что... И вообще команда нас, участников, подобралась очень интересная. Ты, Леша Глызин. Понимаешь, Леха Глызин. Я просто это вот... Я еще в детстве слышал, когда там... Ты вырос на его песне. Да. И тут мы рядом вместе в одной такой... Ну, кстати, практически все раскрываются совершенно с другой стороны. Вот я говорю, как режиссеры меня это очень радует. С другой стороны, конечно, мы не показываем себя. Это немножко не в условиях игры. Мы можем себя показать в каких-то частностях. Наши там какие-то движения, наши какие-то ноточки. Ты показал, исполняя номер. Да практически... Нет, ты там посмотри все. Вот несколько этих номеров моих. Ну, Левкин там прослеживается, честно говоря. А вот, хорошо, ты... Ну, там Титамир был, да, по-моему, Агутин. Леша, вернее, Агутин. Да, там, в общем, было кого поизображать. Нет, насчет Костя Константина. Кстати, вот у него же 25-го день рождения. 25-го декабря, да. 25-го декабря. Я очень хочу пойти на концерт, если не буду где-то на гастролях. Здесь у нас в Крокусе будет. Очень хочу пойти на концерт, посмотреть. Потому что я просмотрел все... Вот когда я готовился к образу, я просмотрел все его концерты. Я просмотрел все, что он творил на сцене. От самого начала до самых последних концертов. Я когда вот как раз ждал тебя, набрал... У него телефон был выключен, набрал Саши Панфиловой, супруги. Говорю, какая реакция, значит, Костя. Она так очень полночь сказала, он видел только коду. То есть он включил, включил на концерт. Ну, то есть, это же ушла, ушла, ушла от ответа. Я спросил, реакция фанатов какая? Она говорит, я на форумы не хожу. А ты что-нибудь слышал о реакции фанатов? Потому что известно, что армия Алисы, это вот это как... Как вот это суровые челябинские мужики. Вот это вот по суровости фанаты кинчевские где-то в этом ряду. Реакция от очень положительная до очень отрицательная, понимаешь? И, наверное, это тоже здорово, потому что если бы было плохо, то, наверное, ничего бы не написали. Знаешь, когда говорить не о чем, тогда и говорить не о чем. А здесь есть о чем поговорить, потому что грим был более молодой, а песня, так скажем, референс... Трассы, да? Да, референс, он был уже более возрастной. И поэтому тут вот была такая немножко диссонанс с одной стороны, но у меня ощущения были. Вот знаешь, я стар. Вот на концерте я стар. Я привык, что концерт 45 минут или час, 30, я вот готовлюсь. А здесь 4 минуты. И за 4 минуты надо показать все. Надо показать полностью образ артиста, который выступает на сцене. И причем он выступает под эту песню везде по-разному. И вот найти какое-то среднее арифметическое, пропустив это через себя, и это все показать. Ну, я очень доволен работой, честно говоря. Я очень доволен работой над этим проектом. И прям как раз вот в работе над этим проектом вышел виниловый диск. Показать можно? Да, давайте в экрану вот его посмотрим. Так вот я его сделаю. Да, вышел виниловый альбом. Песечелон. Да, Песечелон. И ребята, которые вот были именно поклонники Константина, нашли какие-то аналоги с его каким-то альбомом. Ну, потому что там вот звезда, вроде А, и я выходил, сзади у меня была А. И, ну, естественно, вообще это честь, я тебе честно говорю. Хорошо, ты расскажешь про альбом. Кинчева не давали никому. Да? Да, уже третий сезон идет. Это решение Аксюта? Это он может дать или нет? Это я не знаю. Это я не знаю, это я, скажем. Но это было впервые. Кому дали Костюк. А вот этот антагонизм, который существует между рокерами и попсой, он надуманный или действительно есть какие-то такие настроения в среде? Ну, мне очень сложно судить, потому что, честно говорю, то, что мы делали с кедами, это был такой постпанк, и, по большому счету, там в три инструмента и в два голоса мы выдавали просто идеальное звучание. Реально идеальное звучание, потому что это от Каримыча еще пошло, и, так скажем, Битис. Звучать должно все. Вот идеально звучать. Тогда мы можем на что-то претендовать. То есть это камешек в огород рокеров, я такой. Нет, не камешек в огород рокеров. Но поймите еще раз. Я думаю, что все-таки Владимир... Нет, нет, нет. Поймите еще раз. Я еще раз говорю, я очень уважаю, Жень, тебя, потому что ты профессиональный журналист, потому что ты умеешь разговаривать... Я не... Я попсовик, а не рокер. Нет, я тебе, честно говорю, последняя твоя передача, которую ты сейчас делаешь, она меня просто потрясла. Честно говоря. Слушай, давай мы сейчас все-таки... Нет, нет, нет. Как-то не про меня нет. Я хочу поднести насчет рокеров и попсовиков, что в одной, что в другой среде есть профессионалы, есть люди, которые понимают жизнь, а есть люди приблудшие. Зачет. И пойми, и как вот когда Галанин в свое время на 12-13 злобных зрителей сказал сначала, да нет, это не рок-н-рол, как это Левкин может играть рок-н-рол и петь. Нет. А потом, услышав альбом, он поменял свое мнение, потому что он профессионал, он настоящий человек. И как бы то ни было, рокерское, оно довольно-таки настоящее. Оно вот настоящее. Даже если они гитары не настраивают. Ты знаешь, вот есть в этом настоять. И я никогда не скрывал, что я начал в команде под названием «Ртутное озеро». Это такой тяжелый рок был, очень близкий к дипепл. Понимаешь, для меня вот... Я пришел-то к Алибасову, извини меня, взял гитару, сыграл, встал как положено, еще хайром махнул. И он такой, вот будет сложно с ним что-то делать. А, наверное... Пел я, и пел я свою песню. Вот там... Кстати, вот когда Алибасов предложил, условно назовем, в попсовую группу, это так не покорежило в какой-то момент? Нет. Дело в том, что там было непонятно поначалу, кто куда идет в «Интеграл», кто идет в «Интеграл», кто... А еще «Интеграл» существовал. Да, 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 да. Причем как бы обновление «Интеграла» происходило, и было непонятно, кто куда идет. У нас несколько песен было, мы вообще вместе играли там... Мы вместе это кто? «Нана» и «Интеграл»? «Интеграл», да. «Интеграл» и «Нана» играли вместе, да, там, эту песню еще с «Тбилисского фестиваля», «Нана» сразу запомнишь, ты этот вот Барик Аримович ее пел, да? Вот мы ее там пели вместе, все играли, и все было здорово. И начинали мы концерт вместе, потому что Валерка Юрин тогда как раз играл и в «Интеграле» на «Гитаре», и у нас выходил «Пустойный пляж» пел, понимаешь? Ну вот это был такой большой, я бы сказал, комбинат звезд. Интересная история. Прошу прощения. Хотел спросить, почему именно в 96-м году, да, на пике «Наны» неожиданный такой поворот в режиссуру, в гитис поступления? Почему вот оказалось бы... В моей жизни неожиданно ничего не бывает. В гитис я поступал четвертый раз. Первый раз я поступал сразу после школы. Вот оно как. Да. За компанию со своим товарищем, которого не взяли, я дошел до третьего тура, понимаешь? Потом, наверное... А, третий раз я поступал в гитис, да. А потом я пришел такой весь, ну она там, ну что вы, берите меня, я все могу, все умею. И мне сказали, мальчик, пошел в баню. И через год я пришел и поступил все-таки. Потому что уже на последнем собеседовании, когда мне задавали уже вопросы по шоу-бизнесу, по режиссуре, по построению, Яким Георгиевич еще живой был, Царство Ему Небесное. Он сидит и говорит, ну что вы его мучаете? Он уже меня цитирует третью страницу, сколько можно? А, кстати, это заход. Хорошая грамма. Ну я же изучил, ну нельзя так. Папа разведчик, понимаешь? Поэтому все тут... А папа какую музыку любил? Царство Небесное? Любил, да? Да, любил отцу. Он очень своеобразно пел «Синенький скромный платочек». Ты знаешь, это было что-то такое, когда отец пел. Это было редко, правда, очень редко. Когда отец пел, Алибаса Аднушин сказал, ну вот видишь, у тебя же отец поет, а ты-то что тут мямлишь? Я говорю, ты не разрешаешь. Ну у нас вечные там. Тебе нельзя так петь, тебе нельзя петь с нагрузкой, тебе надо петь нежно, ласково, чтобы дать... Нет, вот... Ты постоянно нажимаешь на ноту, не надо этого, не хрипи. То есть борьба в студии постоянно происходила, поэтому... Ну она у Битлз происходила, я думаю, что без борьбы это в общем-то ничего дельного не получится. Не бывает единства противоположностей. Насчет альбома. Музыка Андрея Балашова, Сергей Грушевский написал практически весь текст, но я себя здесь не вычеркиваю по причине того, что я присутствовал в каждой песне. Там песня «Тысяча лун», допустим, «Два билета», ну даже идеи. Я говорю, давай, Сереж, вот такую песню напишем, Андрюша, давай вот, чтобы она была довольно-таки легкая, вроде бы рокерская, с одной стороны, а с другой стороны, не очень, чтобы это вот было такой, может быть, секрет, может быть, Битлз, понимаешь, вот какие-то такие вещи. Но с другой стороны, мне кажется, вот допустим, песня «Мои родители», там Миша Симонял сыграл на скрипке, она вообще мне казалась не в этом альбоме. Понимаешь, просто казалась не в этом альбоме. Но случилось таким образом, что все, когда мы весь саунд послушали, она прям точно встала. А почему винил? Почему винил? Ну, с Наной у меня был винил, а с собой еще не был. Знаешь, как, почему... То есть, это первый винил-отлет? Да, да. Почему? Первый винил-отлет? Первый, свежайший, в магазинах есть, так что, можно заходить и покупать. Не очень дорогой, кстати, нормальный, мы поставили хорошего цена. У меня нет идей, сколько вообще стоит. Да я тоже как-то... Я вчера был на концерте у Игоря Николаева, я там видел винил за 33 тысячи. Ну, это какой-то парный винил какой-то, да. Ну, вообще, там от тысячи до трех, условно, вот сейчас вот... Ну, кто-то на своих концертов и за десять выставляет. Вообще, интересная эта штука, поворот к винилу, совершенно такая загадочная. Нет. Ведь уже можно флешки дарить, в общем, со своими треками. А флешку с треками, ну, вот ее раз, карман положил, а винил все-таки его поставил. Не зря же тут и фотохудожница работала шикарная, Аня Никитина. Дизайн мы делали довольно-таки долго. И там есть определенные какие-то значки, которые знаю только я. Вот там есть буковка В у меня. Вон, смотри, есть буковка В практически, да? Вот видишь? Покажи. Ну, посмотри внимательно. Вот буковка. да. Понятно. Ну, есть какие-то такие вещи, которые... И все-таки звучание. К большому сожалению, рожденное в другой стране, вот пластинки для нас это было что-то, когда там покупались пластинки Донас Саммер, ой, Брунин. Ну да, на это можно молиться было. А у меня была пластинка Adam and the Ads. Шикарная пластинка, он там весь такой красивый. 70 рублей. Может, 70 рублей. Я в 10-м классе учился. Это что? Стипендия 40 была. Стипендия 40, да. Зарплата Московского Савольца 65. Ну, это такой образ, да, на обложке, такие 50-ые, да? Рей-бан, такая куртка, да? Ну, вот где-то там... А по музыке есть отсылы или нет? Есть там пара песен таких. Ну, вот в тройном альбоме, который чуть раньше вышел, здесь, вот, он называется «Лёвкин жизнь в 3D», потому что три альбома, три диска. Здесь есть очень много всякой музыки. Здесь вот тебе одно альбом, там есть отсылы в 40-е, то есть какое-то такое звучание, но я артист, мне интересен образ. Правда, мне интересен образ. Образ в выстраивая концерт, иногда ты понимаешь, что вот не хватает постоянно пытаться народ заставить танцевать, а не хватает какой-то такой вкусности, сладкости. Ваня Кононов написал вот здесь песню «Обалдительная», «Серенада любви» называется. А ты давно с Кононовым знакомый? Очень давно, да. С каких пор? С Кононовым я еще на ней работал. Да, мы познакомились. А он из тех телевизионщиков, которые тоже, в общем-то, увлекаются самодеятельностью. Я бы не сказал, что самодеятельность, тем более, что многие, так скажем, уважаемые люди поют его песни, очень многие от Шафутинского начинают, ну, Левкиным заканчивают. У нас разрыв очень большой. У меня один вопрос такой, давно на языке, все под... Я думаю, что его задавали, наверное, уже часто, но мне хочется все-таки уточнить, как получалось во времена Наны, когда вы были там самые красивые молодые мужчины страны, как вы управлялись поклонницами? Ведь они действительно там бросали лифчики в потолок и все такое прочее. И набрасывались. Я, кстати, сам видел на некоторых концертах, как вы выходили четвером одетые с гитарами, вас окружала охрана и вокруг стояло какое-то промышленное количество девчонок. Что они там кричали? Я в ужасе отошел в сторону, вдруг меня сейчас тут просарапают. Что-то такое, я припоминаю. Я говорю, вот в этом контракте было даже прописано наше поведение с поклонницами. Понимаете, тут после концерта в любом случае мы выходили давать автографы, это жестко регламентированная вещь. Мы давали автографы, потом мы переодевались и ехали. То есть, по большому счету, когда мы уже раздали автографы, все уже практически разошлись. Но самые активные, они все равно стояли у служебного хода, еще раз взять автограф, дотянуться, разорвать. Один из вот таких вот номеров именно из-за того мы и сделали, что дотянись, оторви себе кусок на ноги. А что, а в гостиницах вы шифровались, чтобы как-то они там не приехали? Ну, это всегда было сложно. Поначалу вообще было очень просто, потому что в гостинице просто так никого не пускали. Поначалу это еще практически была советская страна. А потом, ну, ты же условно, ну, как? Во-первых, в любом случае в каждом городе есть свои мероприятия после концерта. Сколько у тебя концертов бы не было. С другой стороны, ну, если хотели дождаться, дожидались. Казалон. Ну, то есть, можно было в толпу девочек сказать, так, ты, ты, и ты. Можно я и ты? Хорошо, просто поехали. Не, ну, вы просто не знаете нас. Это такое вот... Ну, это можно, да? Ну, зачем? Это нехорошо, это неправильно, это отношение, другое отношение к женщине, другое отношение к девушке. Там все как-то по-другому выстраивалось. Тут не надо было там пальцем тыкать. Ну, бывают же какие-то истории с фанатками-то такие всякие? Ну, не только у тебя, у всех ребят бывали такие кучи неприятности? Нет, очень неприятная история у меня была, не хочу даже вспоминать, одна фанатка обвинила меня в том, что я ее износил у себя в квартире родительской и отобрал 300 тысяч долларов из дамской сумочки. 300 тысяч? Да, из дамской сумочки. Какого родчера? Какая дамская сумочка? Ну, то есть, участковый, конечно, очень-очень смеялся. Но после того, как она написала тогда прокурора, министра культуры, ну, естественно, надо было какой-то ответ. Ну, мы послали туда запрос. Мама, конечно, очень переживала. Все это несколько лет продолжалось. Мы туда послали запрос, и оказалось, что она просто, я, конечно, извиняюсь, но она в психбольнице лежала. И каким-то образом вот это все вот... Мне тоже кажется, что контакт с фанатками, с невероятными, это всегда чревато вот каким-то таким... Да, причем они же пишут, понимаешь? Они пишут, она долбит, долбила, долбила в одно. Она даже в это время, то есть, когда она описывала, там был конкретный год, конкретное число, месяц, время. Мы еще на гастролях были, то есть я дома даже не был. А, же еще и альби было. Понимаешь, да, у меня же все записано. Были неприятные вещи, но намного больше приятных вещей, потому что честная, бескорыстная помощь от тех, кто любил меня как исполнителя, любил группу, но она поступала на счет именно в самый тяжелый момент в моей жизни. Причем... Ты имеешь в виду, вот когда ты заболел... Давайте не будем об этом говорить. Хорошо, просто я не собирался, ты сам открыл дверь, извини, Володя. Я дверь-то открыл для чего? Чтобы сказать, что иногда даже... Я читал письма месяца четыре после того, как мне просто не давали многие письма, я читал письма месяца четыре. И там, знаешь, когда детской рукой было написано, там было... Мы в тебя верим, мы за тебя молимся, и лежало 10 рублей. Я поэтому и должен был сейчас выпускать альбомы, выходить на сцену, потому что я до конца еще не отдал то, что люди, так скажем, вот свою энергию направляли в мое русло. А это очень чувствуется всегда. Да, ну, на самом деле, я, так что называется, почитал разные, так сказать, и статьи, и интервью. Владимир Левкин довольно много делает для благотворительности, правильно ли? Я так, наверное, скажу, я не знаю. Я, честно говоря, не очень люблю об этом рассказывать. Но есть Союз социальной справедливости России. Да, есть Союз социальной справедливости России, директором по культуре и спорту, которого я являюсь. Там очень много мероприятий, которые, я бы так сказал, направлены на... Основная задумка вот нашего мероприятия, там, Чита и Лира, была, ну, чтобы поддержать семьи, которые лишились кормильца при исполнении служебных обязанностей. Это силовой весь блок, практически, фестивали. Каждый год в этом году 10 лет в Нижнем Новгороде мы проводили этот фестиваль, концерт. Даже не могу сказать, потому что люди должны встречаться, и начальство иногда должно услышать жён участковых, понимаешь, начальство сверху, да, и вот это общение даёт определённый заряд бодрости. Ну, ты, естественно, готовишь, всё это сложно. Потом какие-то вещи у нас была один год, очень была интересная акция, кремлёвскую ёлку каждому ребёнку. Но она была направлена практически на всех ребят, которые находились в детдомах. То есть мы их привозили в Москву, привозили на Поклонную гору, показывали вообще, каким образом что-то может произойти. Привлекали очень серьёзных профессиональных артистов. Много всего. Сейчас наш фонд культурных и общеобразовательных программ тоже какие-то благотворительные мероприятия делать, потому что, понимаешь, очень сложно сказать, что такое благотворительность. Иногда благотворительность в том, чтобы найти человека талантливого и дать ему возможность поступить условно в Москве. Привезти его хотя бы в Москву, это же денег стоит. Понимаешь? Это раз. Во-вторых, мой большой друг Эрнест Мацкевичус, с которым мы уже несколько лет проводим его «Ежика». Это чисто благотворительное мероприятие. Мы, естественно, собираем артистов и вот 5-го числа она будет опять в Театре Дурова. 5-го это прямо когда? Да. Декабря? Да вот сейчас, в субботу. В субботу, после доктора. Нет, глиняный «Ежик». Да, глиняный «Ежик». Глиняный «Ежик» Эрнеста Мацкевичус. Это полностью его задумка. Причем артисты поют для людей, которые могут так скажем дать какие-то средства для лечения. Каждый раз это конкретный ребенок. Каждый раз. И этого ежика, в которого мы кидаем деньги, Эрнест лично передает родителям или ребенку. Причем есть везде отчеты. И это вот такая благотворительность, на которую сейчас лучше идут, потому что она конкретная. Человек конкретно знает, там написано какое заболевание, сколько нужно денег. Так скажем, нет уверенности в том, что мы можем собрать эту сумму, потому что сумма очень большая в этот раз. По-моему, 52 тысячи евро нужно собрать. Но ты сам понимаешь, что любая помощь, она всегда копейка рубль бережет. То есть мы, кто-то еще, кто-то еще, государство по своим программам. Потому что обращая внимание на конкретных людей, мы даем возможность государству обратить на них свое внимание. А потом я думаю, что вот эта короткая история, когда тебе дают конверт 10 рублей и написано мы за тебя молимся, держись, и тебе это уже дает сил для того, чтобы как-то держаться действительно и чувствовать себя лучше. В финал приближаемся. Я вот здесь прозвучаю слово государство. Хотелось бы поговорить с Левкиным про то, про что с ним не часто разговаривают в эфире. Вот у нас здесь вспоминался рок, вспоминались музицирующие музыканты. Есть такой тезис, что телевидение, то есть взглядовская команда, вообще новое телевидение перестроечное, и рок-музыка развалила Советский Союз. Как ты относишься к такому тезису? Это Барь Каримович где-то высказал такое мнение. Не он один, но я помню, что он кричал, что это я, рок-мун-рольщик, развалил Советский Союз. Как ты считаешь, во-первых, нужно ли было демонтировать эту систему цензуры и всего прочего? Ожидал ли ты, что те движения, та движуха, которая пошла, приведет к развалу Советского Союза? И как мы с Олегом начали наше знакомство, говорили про Влада Листьева и про взгляд? Как, допустим, сейчас ретроспективно оцениваешь Влада Листьева? Жень, я считаю, что государство долго не может быть застоем. Как любой театр, 6 лет надо менять кровь, а мы 70 лет были, практически не меняя крови. Понимаешь, мы варились в собственном соку, много было всего хорошего и интересного, но государство должно было идти. И тот, кто на себя взял эту ответственность идти дальше, он, конечно, я уверен, не думал, что это приведет к определенным, так скажем, каким-то таким катаклизмом. Мало того, мы как музыканты гастролирующие, мы вообще мало думали об этом, понимаешь, потому что гастроли, а я служил в 84-86, как раз самое начало этого всего. и когда вдруг я секретарь комитета комсомола целой части мог сказать то, что я считаю нужным и поставить себе за работу три, меня потом начальник политодела вызвал на ковер и сказал, что три, слушай, ты хорошо работал, у тебя целый горизонт работает, у тебя есть духовой оркестр, ты кто? Три, какие три? Пац, я себе поставил, все, иди. Поэтому, Жень, движение в любом случае должно быть, просто есть стратегии, есть тактики, есть люди, которые бегут на маленькие дистанции, есть которые на длинные. Вот, если честно, я бы побежал на длинную. Знаешь, почему? Потому что перед длинной дистанцией ты в голове прокручиваешь то, что должно произойти. Я не руководитель нашей страны, и тогда, в тот момент, мне казалось, это глоток определенной свежести. Да, это определенная свежесть, определенная, то есть, ну, сначала же вот так вот слушали, да, а потом можно было включать на полную, и никто не приходил, и смотреть видео, и никто тебя не перекрывал, ничего. Ну, какие-то такие вещи, просто человек не может быть, до конца... Человек не может быть зашорен, понимаешь, как лошадь, только вперед, да, все-таки иногда хочется посмотреть по сторонам, оценить, взять что-то лучшее, ну, я не знаю, иногда брали худшее, вот по моим ощущениям, честно, все-таки, что-то лучшее не забывается, не зря сейчас есть определенный тренд, ну, тенденция к тому, чтобы все лучшее оттуда, из нашей страны, с собой, все-таки взять в эту страну, и здесь ее внедрить. Замечательные слова, наверное, действительно, и год кончается, надо бы все хорошее в этом году взять с собой, плохое оставить где-то там, а хорошее забрать с собой. Друзья, наша передача подходит к концу, с вами было Радио Медиаметрикс. Можно еще две, два слова? Два. Да, сегодня последний концерт заключительный в фестивале Журбина в Доме Музыки. Друзья, приходите, будет очень много интересных артистов, и Кристина Арбакайта, и ваш покорный слуга, и тем более, что у Журбина 80 лет Александру Борисовичу. Мы его поздравляем, а тебе спасибо. Спасибо. Слушаем музыку с альбома 2000 лун Владимира Левкина. Всего доброго. Спасибо. Вышли прям в ноль.